здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана какая карма предначертано вам соответствии с вашим знаком заделка сегодняшним видео вы все узнаете ни для кого не секрет что душа имеет множество переуплощений а каждая новая личность должна отработать незаконченные задачи предыдущих все эти кармические долги имеют свои цели которые вы должны достичь на пути к энергетическому росту довольно часто с вами происходит событие на которые вы не способны влиять но существует теория карме зависимости от знака зодиака то есть вы родились в определенную дату время и под определенным знаком зодиака не просто так а в соответствии с вашей миссией на земле космические силы требует установить баланс и получить то чего вы недополучили или не доделали в прошлом своем воплощении это кармическая теория объясняет почему у нас иногда проявляется совершенно не свойственное нашему характеру черты или мы совершаем действие нетипичные для нас таким образом проявляется наше прошлое я если вы родились под знаком овна значит ваша прошлая жизнь была скучной и незрачной вы были очень решительны и предпочитали быть незаметными плыть по течению вместо того чтобы отстаивать свое мнение а теперь пришло время это изменить вы должны стать смелыми решительными научиться не отступать от своих принципов если вы в этой жизни телец в прошлых жизнях вы были слишком долго бедны и терпели лишения теперь вам выпал шанс научиться хорошо зарабатывать и наслаждаться роскошью и другими благами прошлая жизнь будет воспроявляться и пытаться все время экономить избавьтесь от этой привычки каждый телец обречен на роскошную жизнь только необходимо победить скупость близнецы если вы родились под этим знаком значит своих прошлых воплощениях все свое время посвящали научной деятельности либо служению кому-либо вы настолько увязли своих обязанностях что были не в состоянии оценить все радости окружающего мира поэтому сейчас вам выпала возможность погрузиться во все глубины и красоты настоящей жизни познакомьтесь с творческой стороной насладитесь всем диапазоном эмоций как положительных так и отрицательных в прошлом воплощение раки были торговцами и всю свою жизнь путешествовали по миру в поисках новых товаров или рынка сбыта вы посетили тысячи различных мест знакомясь с новыми культурами и людьми сейчас же пришло время отпустить все дела и посвятить себя семье и близки вы должны понять что никакой бизнес не заменит вам комфорта семейной жизни львы оказывались прошлой жизни были альтруистами вы были полностью преданы люди безоговорочно помогали пренебрегая личными интересами во благо других наступило время когда вы должны вспомнить о собственных нуждах и посвятить время себе любимому и своему персональному эго хотя со стороны это и выглядит как самовлюбленность и энгоизм те кто родился под знаком девы однозначно прошлом воплощение посвятили себя духовным поиском скорее всего вы были священником отшельником или монахом в нынешней вашей жизни вселенной хочет вас вернуть суету коммерческой или финансовой деятельности окунуть в мир человеческих страстей вы должны прочувствовать все нюансы человеческих эмоций от ненависти до любви весы в прошлом своем воплощении вы были мягко говоря не очень хорошими людьми вам были присущи жадность и грубость на пути к получению личной выгоды вы ничем не пренебрегали и были откровенно жестоки с окружающими здесь же вы должны искоренить свои нелицеприятные привычки и научиться быть справедливыми понять что окружающие вас люди не созданы для вашей выгоды а требует от вас нормального человеческого общения искренности и доброты скорпион прошлой жизни вы были большими сплетниками и абсолютно не хранили чужих секретов вы много болтали о других не задумываясь о причиненном вреде к тому же о людях судили абсолютно поверхностно ваша задача научиться держать язык за зубами и видеть людей такими какие они на самом деле есть не стоит обижать окружающих своим необъективным мнением не разобравшись мотивах их поступков прошлой жизни стрельца и это череда сводо страсти и удовольствий в нынешнем воплощении карма стрельца заключается необходимости найти что-то среднее между удовольствиями этого мира и духовностью быть чистыми как младенца но в то же время умудренными опытом людьми умудренными опытом людьми уверены в себе козероги в этой жизни как правило успешные карьеристы этими чертами наделили козерогов чтобы возместить им предыдущие воплощения в которых они были полностью поглощены своей семьей пришло время увидеть что помимо семейных отношений существует еще профессиональная деятельность где вы можете проявить свои таланты и способности водолеи урок который должны излечивать и жизни перестать быть эгоистами в прошлых своих воплощениях вы как раз и были такими и преследовали только свои интересы теперь ваша задача стать альтруистами научиться помогать людям не потому что после они могут вам пригодиться и с них можно будет поиметь выгоду научитесь любить людей просто так и помогать бескорыстно рыбы это последний знак зодиака люди рожденные под ним уже освоили свои предыдущие уроки ваша задача в этой жизни правильно использовать опыт полученный предыдущих воплощениях соблюдайте баланс между удовольствиями и обязанностями живите в гармонии с собой ваша интуиция всегда поможет найти правильный выход из ситуации будьте искренни собой и окружающими тогда вы будете счастливы в этой жизни и вам ничего не придется отрабатывать следующий удачи 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 удачи